Приветствую друзья! Многие периодически сталкиваются с необходимостью переустановить Windows на своем компьютере или ноутбуке. И к сожалению, далеко не все умеют это делать. Зачастую также берут сомнительные сборки на всякого рода сайтах. Я решил записать подробный ролик о том, как быстро, просто и качественно установить Windows 10 на ваш ПК, а также где скачать Windows 10 и как его активировать. Подробная инструкция в текстовом виде есть также на нашем сайте djup.net. Ссылка на нее будет под роликом. Для установки Windows 10 нам понадобится обычная флешка от 8 гигабайт и рабочий компьютер с доступом в интернет. Если ваш компьютер накрылся, а ноутбук или планшета на Windows под рукой нет, то берем флешку и идем к другу с рабочим компом. Итак, начнем. Если вы собираетесь переустановить Windows на свой основной компьютер, то позаботьтесь пожалуйста о сохранении всех ваших файлов. Если при этом компьютер работает и вы переустанавливаете систему, потому что она начала глючить или засорилась, то убедитесь, что все нужные вам файлы перенесены с диска C в безопасное место. При переустановке Windows все данные на диске C будут удалены. Не забывайте проверить на наличие важных данных рабочий стол, папку документы и папку загрузки. Они также располагаются на диске C и будут стерты. Все необходимое можно перенести на диск D, если он есть. Переустановка его никак не затронет. Также можно перенести все необходимое на внешний жесткий диск, ну или флешку. Если система на вашем компьютере слетела и возможности загрузиться у вас нет, то вы можете воспользоваться флешкой с лайв-системой. Ссылка будет в подсказке. Загрузившись в лайв-систему, вы можете переместить все необходимые данные на другой жесткий диск или флешку. Если такой флешки под рукой нет, комп не загружается, а на системном диске остались жизненно важные данные, можно взять свой жесткий диск и вставить его в другой рабочий комп, чтобы перенести данные. Например, в компьютер друга или знакомого. Ну или у этого же друга создать флешку с лайв-системой. Но если это новый компьютер, то вообще не паримся. Неплохо было бы перед установкой подготовить все необходимые драйвера. Чтобы узнать модель оборудования, вы можете воспользоваться диспетчером устройств, программой AIDA64, ну или тупо прочитать маркировку на самом устройстве. Далее переходим на сайт производителя вашего оборудования, ищем раздел «Поддержка» или «Драйверы» и скачиваем актуальные драйверы для нашего устройства на флешку или диск D. Что ж, начальная подготовительная работа мы выполнили. Берем нашу флешку, с которой будем ставить винду, втыкаем в рабочий комп и скачиваем актуальный образ системы. Скачать Windows 10 можно с официального сайта Microsoft. И я настоятельно рекомендую поступать именно так, чтобы не нарваться на всякого рода говносборки и потом не жаловаться на глючную винду. Чтобы скачать Windows 10, просто вводим поисковый запрос в Google, ищем в результатах официальный сайт и кликаем на него. Для вашего удобства я оставлю ссылку в описании этого ролика. На странице загрузки Windows мы увидим кнопку для загрузки программы Media Creation Tool. Она-то нам и нужна. Это утилита для создания загрузочной флешки или ISO-образа системы. Скачиваем. Запускаем. После запуска программы читаем и принимаем лицензионные соглашения. Ну, кто их читает? Просто принимаем. Далее выбираем пункт «Создать установочный носитель». Выбираем язык и разрядность нашей операционной системы. Как правило, все современные и не очень компьютеры идут 64-разрядными процессорами. Для них мы выбираем 64-разрядную архитектуру. Но если не уверены, выбирайте вариант «Оба». Далее нужно выбрать «Использовать USB-устройство» или «Сохранить ISO-образ». В нашем случае выбираем USB-устройство и указываем путь к нашей флешке, с которой мы будем вставить винду. Пока программа готовит нашу загрузочную флешку, можно налить чайку. После завершения втыкаем нашу флешку в целевой компьютер. Теперь нам предстоит выбрать загрузку с нашей флешки. Для этого при загрузке вызываем бут-меню или меняем приоритет загрузки в BIOS. Первый вариант проще и лучше. Для того, чтобы вызвать бут-меню, нужно нажать при загрузке соответствующую клавишу. Зачастую эта клавиша прописывается при загрузке внизу экрана. Для вашего удобства я выведу таблицу клавиш вызова бут-меню для разных моделей материнских флат и ноутбуков. Итак, нужную клавишу мы знаем, чтобы успеть нажать на нее при загрузке, усиленно долбим. Также можно поменять приоритет загрузки в самом BIOS. Для этого при загрузке компьютера также нужно нажать соответствующую клавишу. Она также может быть прописана при старте компьютера внизу экрана. Чаще всего это клавиши DEL, F12, F2 или ESC. У разных производителей они также бывают разные. Чтобы успеть нажать ее при загрузке, усиленно долбим. Итак, мы загрузились с флешки и приступаем непосредственно к установке Windows. В первом окне выбираем язык системы, формат времени и раскладку клавиатуры. Нажимаем далее. Следующее окно спросит, хотим ли мы восстановить Windows или установить. Выбираем установку. В окне активации нажимаем «У меня нет ключа продукта». Далее выбираем версию системы. Я выберу PRO. После принятия лицензионного соглашения нам нужно будет выбрать тип установки. Выбираем выборочную. Вообще я не рекомендую выбирать тут обновление, так как оно зачастую может пройти некорректно. Теперь самый ответственный этап. Выбор диска для установки. В этом окне мы увидим все наши диски и разделы. Обратите внимание, что тут подписаны все разделы внутри дисков. Например, диск 0 раздел 1 и диск 0 раздел 2. Тут не торопитесь и выберите именно нужный диск. Определить нужный вам раздел можно по размеру. Если у вас новый компьютер с одним девственно чистым накопителем, то все элементарно. Но если же у вас много накопителей, то важно найти среди них именно системный. Ищите в списке раздел по размеру подходящий под ваш системный диск. Я напоминаю, что все данные с выбранного для установки диска будут удалены. Если ваш системный диск не разбит на разделы, например C и D, и планируется его полностью отдать под систему, то можно удалить все разделы и создать новый. Для этого выделяем раздел, нажимаем удалить и делаем это для каждого раздела внутри этого диска. В итоге мы получим незанятое пространство на диске. Выбираем его и нажимаем создать. То, что после создания появится еще один или два маленьких раздела, это нормально. Эти разделы нужны для загрузки системы. Итак, выбираем созданный нами раздел и нажимаем далее. Наша система начинает устанавливаться. После подготовки файлов для установки, компьютер будет перезагружен. На этом этапе флешку можно извлечь. Если вы для загрузки с флешки выбрали ее через бот-меню, то ничего делать не нужно. Компьютер сам продолжит установку. Если же вы назначили флешку первым устройством в приоритете загрузки в BIOS, то сейчас нужно будет снова войти в BIOS и вернуть на первое место системный жесткий диск. Продолжаем установку. После перезагрузки выбираем наш регион. Далее, если необходимо, можем добавить дополнительные раскладки клавиатуры. Далее выбираем настройку компьютера для личного использования. На этапе добавления учетной записи логинимся под учеткой Microsoft. Либо тут же можем ее создать. Если при этом к нашей учетной записи Microsoft привязана лицензия, то Windows автоматически активируется после установки, подтянув лицензию из учетки. Если же учетной записи Microsoft у вас нет и вы не хотите ее создавать, выбираем снизу автономную учетную запись и нажимаем далее. Вводим имя пользователя и по желанию указываем пароль. В окне выбора параметров конфиденциальности можно смело все отключать. Если у вас ноутбук, то рекомендую оставить функцию местоположения и поиск устройства. Остальное же на ваше усмотрение. Работаете с графическим планшетом или устанавливаете систему на планшет, с которым работаете пером, значит оставляете распознавание рукописного ввода. Ну я думаю логика тут ясна. Жмем далее, после чего еще несколько минут ожидания и перед нами новенькая установленная Windows 10. Ты справился, ты молодец. За это можешь поставить лайк себе и этому видео. Несмотря на то, что Windows достаточно давно умеет при переустановке подтягивать почти все нужные драйверы, я настоятельно рекомендую после установки установить актуальные версии драйверов для всего оборудования вручную. Так как Windows содержит общие универсальные драйвера и с ними может быть доступен не весь функционал ваших устройств. Естественно разного рода драйвер паки вообще не рассматриваются. Мало того, что там тоже не самые подходящие драйвера, так они еще всякие хламно устанавливают. Поэтому идем на официальные сайты производителей и качаем драйверы, если не подготовили их перед установкой. В первую очередь нам нужны будут драйверы сетевой карты на вашей материнской плате, а также драйверы для чипсета и интегрированной аудиокарты. Все эти драйверы качаются с сайта производителя материнской платы. В моем случае это Gigabyte. Идем на сайт, в поиске вбиваем модель нашей карты, далее идем на вкладку поддержка и скачиваем актуальные версии драйверов для Windows 10. Также поступаем и с видеокартой. Заходим на сайт AMD или Nvidia в зависимости от вашей видеокарты, заходим в раздел «Драйверы», выбираем нашу видеокарту и операционную систему, скачиваем и устанавливаем. Для драйверов Nvidia первую установку я рекомендую делать в ручном режиме, поставив галочку «Чистая установка», чтобы начисто переустановить драйвер. После установки всех драйверов проверьте, все ли оборудование определяется в диспетчере устройств. Для этого щелкните правой кнопкой мышки на иконке «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств». Если там нет оборудования с желтым восклицательным знаком, значит все хорошо. Если же рядом с чем-то такой знак есть, то нужно установить драйвер для этого устройства. Ну что ж, система установлена, драйвера установлены и все работает как надо. Пора поговорить об активации Windows 10. После установки ваша Windows 10 будет не активирована. Ну если, конечно, при установке вы не вводили ключ активации или не логинились в вашу учетную запись, к которой привязан ключ активации. На самом деле, работать на неактивированной копии Windows можно бессрочно. И это даже не запрещено законом. У вас же не пиратская система, а лицензионная копия. Без активации будут просто недоступны некоторые функции, а также возможности персонализации. Ну и бесячая надпись в нижнем правом углу экрана. Для активации системы вам необходимо будет приобрести лицензионный ключ. Купить ключ вы можете, к примеру, на сайте casefun.com. Ключ для активации Windows 10, к примеру, там со скидкой будет всего 12 долларов, что примерно 850 рублей. Ссылку на покупку ключей для Windows 10 по низким ценам я оставлю в описании под роликом. Для активации Windows нажмите правой кнопкой мыши на иконке «Впуск» и выберите в контекстном меню «Пункт система». Либо откройте панель управления, зайдите в пункт «Система», далее пункт «О программе» и в этом окне нажмите «Активировать» и вставьте лицензионный ключ. И вот у вас активированная лицензионная Windows 10. Если при этом вы в системе подключились к своему аккаунту, то ключ будет привязан к нему, и при следующей переустановке система активируется автоматически. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным, подпишись на мой канал и жмякни колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. Пиши в комментариях, какие еще гайды ты хотел бы видеть на канале, а текстовая версия статьи и еще больше информации есть на нашем сайте djup.net, ссылка будет в описании. Обязательно заходи в наш телеграм-канал и вступай в паблик ВКонтакте, там тоже много всего интересного, а также каждый день публикуются новости из мира IT и игр. А на этом у меня все, до новых встреч!